Минувшие выходные наш город стал центром спортивной жизни не только Кубани, но и России. В легкоатлетическом манеже Олимпийц прошли соревнования по легкой атлетике на Кубок Губернатора. Для многих легкоатлетов, в числе которых были мастера спорта международного класса, чемпионы России и даже призеры Олимпийских игр, это были первые серьезные соревнования с начала пандемии. С обладателями Кубка Губернатора пообщались наши корреспонденты Анна Монастыренко с подробностями. Всероссийские соревнования по легкой атлетике на Кубок Губернатора Кубани проходят уже в 14-й раз. И не первый год местом их проведения выбирают Славянский район, материально-техническая база которого позволяет проводить турниры самого разного уровня. Славянск не может проводить плохо, он всегда проводит на высоком организационном уровне, и мне это нравится, здесь команда профессионалов любят манеж, и отсюда, как именно с этого манежа у нас, с этого спортивного объекта выходят олимпийские чемпионы и призеры. Легкая атлетика является базовым видом спорта, в принципе, для Краснодарского края. У нас есть и призеры Олимпийских игр, и чемпионы, и участники. Поэтому, конечно же, мы очень большое внимание уделяем этому виду спорта, и я специально приехал на это мероприятие, чтобы поддержать ребят, коллег. В этом году соревнования на Кубок губернатора Кубани собрали около 400 сильнейших спортсменов страны. Побороться за победу приехали легкоатлеты из 14 регионов. На торжественном открытии соревнований участников поприветствовали министр спорта и физической культуры Краснодарского края Алексей Чернов и глава Славянского района Роман Сенеговский. Пять лет назад, когда мы сдавали этот объект, построили этот объект, нам администрация края обещала, что здесь будет весело, что здесь будут проводить соревнования, и мы будем видеть настоящих спортсменов, учиться в них и воспитывать своих. Сегодня мы открываем с вами соревнования по луко-отлетике на Кубок губернатора Краснодарского края. Я хотел бы, чтобы победили сильнейшие, чтобы получили с вами массовые удовольствия. Соревнования проходили в восьми видах. Бег на различные дистанции, прыжки в длину, высоту и с шестом, а также толкание ядра. Кстати, в последнем кубанец, мастер спорта международного класса Александр Лесной выполнил норматив Олимпийских игр, толкнув ядро на 21 метр 13 сантиметров. Этот результат стал личным рекордом спортсмена и лучшим на соревнованиях. «Здесь выступаю в третий раз. Очень рад этому помещению, этому манежу, этой публике, этому городу. Всем, кто создает этот старт, кубок отличный, результат превосходный, я считаю, для первого старта моего в этом сезоне, потому что у меня еще два старта и задача ставилась такая – выполнить нормативные Олимпийские игры. Я, если честно, рассчитывал выполнить на втором старте, но так уж получилось с Божьей помощью, что это было сделано сегодня. Поэтому превосходно все, замечательно, готовлюсь дальше, иду дальше на другие старты». Сборная Краснодарского края была самой представительной на соревнованиях. В ее составе были и спортсмены из Славянского района. В прыжках в шестом среди женщин выступили четыре славянских легкоатлетки. Среди них чемпионка Южного федерального округа Дарья Игнатова. «В связи с пандемией соревнований было достаточно мало. Соревнования начались только в декабре, был чемпионат Края, рождественские старты, чемпионат ЮФО. Лучший результат был на чемпионате ЮФО 4.10, стала чемпионка Южного федерального округа. Сейчас настрой боевой, атмосфера тому способствует, очень живо все так. Надеюсь, что сегодня покажем бой, будет очень интересно. Надеюсь на высокие результаты, не только у меня, но и у девочек, с кем будем прыгать». В прыжках в шестом среди мужчин Краснодарский край представляли четыре спортсмена из Славянского района, в числе которых серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Евгений Лукьяненко. «До этих соревнований не участвовал нигде, можно сказать. Это первый старт, следующий, если все нормально, будет Россия. Такие короткие сезоны по стартам и вообще по времени получается». «Самоволнение присутствует. Готовились по полной программе. Сегодня будем смотреть, как результаты пойдут». Результаты славянских спортсменов оказались неплохими. Евгению Лукьяненко покорилась высота в 5 метров 15 сантиметров. Он завоевал золото. А вот у Дарьи Игнатовой серебро с результатом 4 метра 20 сантиметров. Она уступила лишь спортсменке из Москвы, Ангелине Жук-Красновой. Ее результат – 4 метра 30 сантиметров. Правда, им легкоатлетка осталась недовольна. Личный рекорд спортсменки – 4 метра 70 сантиметров. Поэтому этот турнир, помимо Кубка, дал бесценный опыт перед чемпионатом России. «Первый старт у меня, поэтому пока недовольна, но я рада, что то, что планировали сделать именно по технике, это уже получается». «У меня пока тренировочные такие режимы идут, еще техника меняется. Старалась более стабильно уже делать прыжки». Из-за пандемии долгое время крупные соревнования не проводились. Поэтому участие в каждом турнире для спортсменов сегодня на вес золота. По большим красивым спортивным состязаниям соскучились и зрители. Они как могли поддерживали легкоатлетов. Юлия Педлужина из Свердловской области не сразу приняла решение участвовать в этих соревнованиях. Она сейчас усилий наготовится к чемпионату России. Но приехав, была покорена уровнем подготовки турнира и приемом. В прыжках в длину спортсменка стала лучшей, завоевав золотую медаль и кубок губернатора. «Я здесь получила большую душу, это потому что очень хорошая организация, очень хорошо встретили. Нисколько не пожалела, летела далеко до вас. Я рано утром в 7 выехала в аэропорт и приехала только к вам в 7 вечера. Перелет был, переезд тяжелый, но я нисколько не пожалела, что согласилась и приехала сюда. Манеж превосходный, потому что я тренируюсь в манеже 40 метров, 3 дорожки. Для меня это вообще условия, конечно, фантастические. Но я имею большой опыт заграничных стартов, мне дорожка очень понравилась, много покрытий перевидала. Яма, песок вообще великолепный, если честно. Приземляешь сюда просто, ощущения приятные. Песок бывает разный, от этого тоже очень много зависит». Победа на такого уровня соревнованиях не всегда главная, ради чего борется спортсмен. Основная цель большинства приехавших на Кубок губернатора – испытать свои силы перед чемпионатом России, попробовать, насколько отработана техника и на что необходимо обратить внимание. Но завоеванные медали и Кубок, безусловно, придадут уверенности в своих силах на следующих стартах. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».